А мы продолжаем, значит, развивать свои качества, изучаем врата лени, лень это очень плохого качества, мы изучаем, значит, про лень, как она работает. Ленивый, как он говорит? Он говорит, а я не ленивый. Он говорит, я просто отдыхаю. Я помню, у меня был целый тренинг, называется «Победитель лени». Целый тренинг «Победитель лени». Я книжку написал, как победить лени. А люди говорят так, лень сделала из обезьяны человека, говорят люди. Хотя вообще это такой бред, да? Или лошадь работает больше всех в колхозе, а председателем колхоза не стало. Вот у них два таких вот именно высказывания, которые им объясняют лень. Здесь говорит автор книги, ленивый объявляет разрешенную свою лень, говоря, смотрите, книга тысячу лет назад написана, говоря так, а телу полезно отдыхать, чтобы оно укрепилось. Тело полезно отдыхать, чтобы оно укрепилось, и если у человека есть силы, он может многое сделать. Так говорят ленивые люди, и лежат, отдыхают. Но это от этого мышца атрофируется. Если вы спросите любого сильного спортсмена, от чего у него сила, он вам что скажет? Он скажет, потому что я тренируюсь. Никто не скажет вам, потому что я лежу на диване и коплю силу. Нет таких спортсменов. Лентяй, значит, слушает пустые разговоры. Раньше были пустые разговоры, сейчас есть соцсети. Ты можешь прямо листать соцсети. Так интересно, я сам иногда проваливаюсь в YouTube вот эти вот шорсы, в Instagram рилсы. Я так листаешь, 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 час прошел. Ты думаешь вообще, что это такое? И говоришь себе, ну я же, я так как сам делаю эти рилсы, я говорю, мне надо насмотренность. Да, есть такое слово, насмотренность. Чтобы посмотреть, как другие делают. А разум мне говорит рациональный. Чего ты обманываешь? За это время ты мог бы уже столько сделать сам и рилсов, и шорсов, и прочитать просто какой-то GPT-чат тебе скажет, что делать, напишет сценарий, поможет тебе. Просто если бы ты половину из этого времени подумал, что сделать и сделал, было бы в сто раз лучше, чем просто смотреть. Вот сегодня мы как раз к этому месту дошли, что ленивый, он слушает пустые разговоры и говорит, я умнею от этого и так далее. Он автор книги говорит, ну конечно, это верно, что полезно отдыхать, чтобы набраться сил. Или услышать нечто разумное и остроумное для подготовки к продолжению занятий. Но это должно быть как приправа. Это должно быть как приправа, а не как основное блюдо. Отдых это не основное блюдо. Спортсмен тренируется, да, все, нету прям сил уже. Отдохнул, восстановился, потом опять пошел тренироваться. То же самое, ты снял 10 рилсов, посмотрел, что другие делают. 5 минут и дальше снимаешь. Хорошо, теперь дальше. Он пишет так, что сила человека не сила камня, человек не железный, кости его не из меди. Он не может постоянно быть в напряжении учебы. И нужно ему иногда отдыхать и набираться сил. Но это не то, что говорит лентяй, который все время отдыхает. Дальше он пишет здесь, лентяй еще и трусливый. И он не пойдет учиться. И он приводит из притчи, царь Самон, там есть такая у него метафора, как мыслит лентяй. Но вот этот момент, как мыслит лентяй, он в принципе нам показывает, каким образом все зло приходит в жизнь человека. То есть, вот этот вот плод, дерево познания добра и зла, говорят мудрецы, 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 они говорят, что это сила воображения. То есть, сила воображения, она как раз это то, что человека совращает и ведет в плохую сторону. Как это работает? Вот здесь объясняют нам автор книги через притчи царя Соломона, через Мишле, он говорит так. Говорят лентяю, твой учитель в соседнем городе, иди поучись у него. А он отвечает, я боюсь льва на пути. Как сказано, сказал ленивец лев на пути, это притча 26 глава, 13 отрывок. Ему говорят, что ты боишься лев на пути? Это же он выдумал льва, нет льва на пути, но он его выдумал. Ему говорят, хорошо, ладно, даже если ты думаешь, что лев на пути. Но теперь, говорят ему, твой учитель в этом городе, вставай и иди к нему. А он отвечает, а вдруг лев на улицах уже? Значит, вдруг он уже в город пришел? Ему говорят, хорошо, но вот же учитель живет возле твоего дома уже, ну давай хоть встань, хоть сделай одно упражнение. Он отвечает, нет, говорит, лев снаружи на улицах убьют меня. Это 22 глава, 13 отрывок, он придумывает вот эту вот мнимую опасность. Говорят ему, твой учитель внутри дома уже. Он отвечает, а вот я пойду, а будет закрытая дверь. И это в притчах написано, дверь поворачивается на оси, а лентяй на постели. То есть как дверь, она вроде двигается, но у нас с места не сходит, на оси только поворачивается. Так же лентяй на постели вроде поворачивается, но значит с места не сходит. Теперь, когда ему сказали, что дверь открыта, он им говорит, я хочу немного поспать. И об этом сказал царь Соломон, 6 глава, 9 отрывок в притчах. До каких пор, ленивец, будешь спать? Когда встанешь от сна своего. То есть это такой прям призыв. Теперь встает он, ставит перед ним еду. То есть здесь автор книги он соединяет из разных притч, из разных глав, соединяет все как бы в одну историю. Встает, ставит перед ним еду. 26 глава, 15 отрывок. Опускает ленивец руку свою в чашу, ему тяжело донести ее до рта своего. И в 20 главе написано так, 4 отрывок. С зимы ленивый не пашет. То есть в притчах где-то процентов 10 из 915 отрывков, всего в притчах царя Соломона 915 отрывков, 31 глава. Из них, я думаю, ну минимум 90-10 процентов говорит в той или иной степени, как мыслить ленивый и насколько это вредно для человека и как мыслить по-другому. То есть царь Соломон очень много уделяет внимания. И притчи, если мы посмотрим, есть простой смысл притчи царя Соломона, но именно то, на что это намекает, глубокий смысл, это о том, как работает ум человека. То есть полностью притчи царя Соломона, это о том, как работает мышление человека, которое царь Соломон сравнивает или с доблестной женой, которая, если человеку повезло, и он управляет своим мышлением, то это его интеллект, он его обслуживает, его душу и дает ему вечную жизнь. А если человек, иногда царь Соломон говорит, что интеллект это как блудная женщина, не доблестная жена, а блудная женщина, которая человека совращает и выбрасывает. И он говорит, ну и бывает такой интеллект, что он своего хозяина обманывает. И лень это один из способов обмана, которым интеллект, ну то есть интеллект это просто машина, компьютер, который заряжается извне, да, то есть все мысли, которые есть у человека в голове, они к нему попали извне. А потом внутри он этими мыслями, он может их каким-то образом соединять в новые комбинации, обслуживая свои намерения. Теперь, если у человека намерение к Богу, тогда он изучает то, что мы с вами изучаем, и он начинает понимать, какие интерпретации ему вредят, какие ему помогают. И вот здесь про лень мы как раз разобрались. Сказал Раби Шиман Барююхай, а вот об этом отрывке в притчах, что земли, зимы, зимы ленивы не пашет, это тот, кто с детства из-за лени не учил Тору, но желает учить его в старости и не может. Будет просить во время жатвы и нет, ничего не осталось. То есть, даже если человек в возрасте уже, у нас есть курс, например, есть курс, который Алексей Бессонов, значит, он уникальный человек по развитию памяти и мышления. Для всех участников ВАИКРА, для всех, не для всех участников, у нас мы специально так сделали, что тот, кто помогает ВАИКРА, тому Всевышний тоже помогает. Любая ДЦДК, любая благотворительность на ВАИКРА открывает вам сразу же страничку, страничку для друзей ВАИКРА, для партнера ВАИКРА и для спонсора ВАИКРА. И есть 60% скидка на все тренинги АйПАКТа. И там тренинги Алексея Бессонова по развитию памяти, по развитию мышления, по управлению умом со скидкой 60%. Поэтому человек, который в зрелом возрасте начинает учиться, ему обязательно нужно научиться, как учиться, и это очень хорошее будет начало. Теперь Моше сказал еще очень одну вещь важную Моше Рабейну в Торе, уже в письменной Торе, в книге Творим. Он сказал такую фразу от Всевышнего, что весьма близко к тебе слово Всевышнего, в твоих устах оно и в сердце твоем, чтобы исполнять его. То есть, говорит нам автор книги, нет больше лени, чем лениться выговаривать слова Торы своими устами. То есть, человек, который говорит, нет у меня сил учиться, все. Просто повторяй, читай и повторяй. Найди какой-то отрывок, который тебя реально, ты думаешь, ну вот это действительно классная тема, такая. Вот троллей, например, зимы ленивый не пажет. Я не хочу быть ленивым, я хочу пахать, хочу, чтобы у меня был урожай, хочу, чтобы у меня было во всех сферах результаты, да. Вот эта фраза, если я ее буду повторять как аутотренинг, я в нее буду верить, и она, эта фраза, она будет работать в моей голове, то она мне много в жизни пользы принесет. Как, например, вот сегодня 21 глава в притчах, я выделил такой отрывок, я каждое утро прочитываю главу, стараюсь, стараюсь. Иногда бывает часть главы, но стараюсь каждый день просто после утренней молитвы прочитывать главу притчи и выделять один отрывочек, два там, которые, отрывок дня такой, да, который очень именно мне подходит к сегодняшнему дню. И сегодня один из самых известных отрывков в притчах царя Соломона, 21 глава, 21 число сегодня. Шумер пив вэлэшуно, шумер ми царот навшо. Тот, кто сохраняет свой рот и свой язык, сохраняет от царот, от неприятности свою душу. То есть, все, что у человека есть в жизни, и все, что у человека в жизни происходит, и хорошее, и плохое, это от того, как он говорит, что он говорит, и то, что выходит из его рта, ну и то, что входит тоже, потому что еда не кошерная, еда отравленная, избыток еды, это тоже огромный вред. Тот, кто сохраняет свой рот и язык, сохраняет от царот. Вот цара это, даже по названию, вот, даже кто не знает иврит, он слово цара, неприятность, страдание. Так вот, тот, кто сохраняет свой рот и свой язык, сохраняет от страдания свою душу. А здесь написано так, что Машарабейну говорит, вся татора, это слова. Так какую лень надо иметь, чтобы просто не повторять, не запоминать, не обдумывать эту великую божественную мудрость. Дальше пишет он, так, автор книги, посмотри, насколько ленивый далек от всех добрых качеств. Значит, написано в притчах царя Соломона, 10 глава, «Как уксус для зубов и дым для глаз, так ленивец для посылающих его». Значит, уксус для зубов, мы не знаем уже, что он имел в виду, мы на сегодня уксус для зубов никак не используем. Но в то время, очевидно, уксус то ли, ну, какая-то была с уксусом, что-то они с этим уксусом делали. Так вот, они, видно, что-то делали, но царь Соломон говорит, вот уже выяснили, типа, наши ученые, в то время не было британских ученых, были там, например, как выяснили египетские ученые, что уксус вредит для зубов, а дым для глаз, это и все знают. Но мы-то не знаем, если бы мы жили в то время, мы бы в квартирах полили костры зимой. И если бы мы в квартирах все время грелись бы и готовили на огне, как они раньше готовили, мы бы, наверное, все бы поняли бы, сказали, да, сейчас бы все сидели бы, тевали. Да, конечно, знаем мы, что дым вреден для глаз, но мы-то не знаем. Да, вот уксус разъедает кальций, зубы портятся, Давид знает, а большинство-то не знали. А про дым тоже, сколько мы с дымом взаимодействуем, но очень мало. А раньше все знали люди, что дым для глаз вреден, так ленивец для посылающих его. Вот человек взял на работу ленивца, Светлана Мюллер, например, да, взяла, значит, ленивого кого-то на работу, или Милой Лурия, или Дэн Дубравил, взял кого-то на работу, а ленивого человека его сразу можно вычислить, да, на работе. Он ленивый, он такой ждет, что ему ничего не надо делать. Он такой, ну, он хочет минимизировать усилия, то есть ему все время лень. Да? Он говорит, это очень вредно, такую обратную работу, то есть он все испортит тебе. Дальше написано в притче, говорил нам царь Соломон, алчность ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. То есть ленивый человек, он еще и создает очень большое внутреннее напряжение у себя, если он ленивый и амбициозный. Это страшное сочетание. Потому что если человек ленивый и амбициозный, то он тогда хочет много, а делает мало. Ему всегда не хватает. И его вот эта разница, он из-за этого становится несчастливый, завистливый, амбициозный. Если он не амбициозный и ленивый, то ничего страшного. Он говорит, а мне ничего не надо, вот реально, мне ничего не надо. Вот он сидит такой, ему говорят, ну встань, сделай что-то. Он говорит, а зачем? Это нормально еще более-менее. То есть его такая лень, она просто его, ну ленивый-ленивый, спичивает. А если он ленивый и амбициозный, он сидит такой, блин, все хочу, это хочу, это хочу, это хочу. Я хочу. Ему говорят, ну встань и сделай. Он говорит, нет, не встану. И тогда написано, говорит царь Соломон, такая алчность ленивца, ну алчность это амбиции, да, желание. Они его убивают, потому что руки его отказываются работать. И в 26 главе 16 отрыва говорит царь Соломон, что ленивец, ленивец в своих глазах. То есть если вы будете, если сейчас нас слушает кто-то ленивый, то вообще у него на каждую фразу есть ответ. Если вы пошлете какому-то ленивому, то он вам сразу, ну вы уже предупреждены, еще царь Соломон вам сказал. Ленивец в глазах своих, мудрее семерых советников, отвечающих обдуманно. То есть у него есть глубокая потребность не делать. Он уже просто, ну, он как бы, эта потребность может у него неосознаваемая. Может быть у него человек, он оправдывает свои потребности интеллектом, обычный человек, да. То есть у него есть какие-то неосознаваемые им потребности или осознаваемые, но чаще неосознаваемые. И человек, значит, обычный, неосознанный, он просто интеллект использует для оправдания своей лени, своих вожделений, своих зависимостей и так далее, он вместо того, чтобы признать правду, что есть у него какая-то потребность, которая ему вредит, и начать с помощью интеллекта и различных действий работать с этим. Вот Латуха Дмитро еще нашел в Клизясте, в Каэлите тоже, да, значит, на что ж неинтересно это пишет Садовая Каретная, что ж такие у тебя неинтересные цели, так придумай себе цели интересные, что ж ты, вот еще одно оправдание для ленивца, типа ленивых не бывает, бывают неинтересные цели, так это ж ты, значит, придумай себе цели интересные, потому что ты сидишь и говоришь, у меня прокрастинация, я мол, у меня цели нет интересных, Так это ж твоя голова, твои цели, твоя прокрастинация. Вот тебе это ж уравнение со всеми известными. Если тебе хочется преодолеть прокрастинацию, так придумай интересные цели. Что ж ты сидишь тогда? Цели у меня нет интересных. Ну а кто тебе их должен? Ну на тебе цель интересную. Не, не интересно. На тебе не интересно. Так найди интересную. Значит, смотрите, он приводит этот стих, что ленивец в своих глазах мудрее семерых советников, отвечающих обдуманно. Он приводит здесь метафору. Было у царя несколько помощников, гонцов, посланцев. И они все, значит, бегали, выполняли приказы царя. А один лентяй, он всех обманывал и думал, что он сейчас, значит, выиграет что-то. И он говорил, ой, я болен, сил нету. И он все сидел и ел с царского стола. Значит, ой, нету сил у меня, все сидел там, да? Значит, и он видел, что его товарищи устали с дороги. Думал, что он умнее всех. Он думает, а-а-а, вот они пусть бегают. Лошадь в колхозе больше всех работала и, типа, председателем не стала, говорит ленивый. А сам он тем стал, тоже председателем не стал. То есть не только лошадь. Из остальных-то, кроме лошади, все равно больших результатов добиваются те, кто больше работает, больше учится, больше прикладывает усилий. И, значит, он сидел и думал, что он умнее всех. Но написано в притчах, 22 глава, 29 отрывок. «Видел ты человека проворного в деле своем, перед царями будет стоять». То есть проворный мастер, мастер, который работает, делает, старается, учится, он, естественно, имеет преимущество перед другими, которые не делают, не учатся, не проворные. Ну и дальше он пишет такую вещь, мы уже приходим к заключению сегодняшнего урока, он пишет так. «Самый ленивый среди людей тот, кто ленится приобрести умных и страшащихся Всевышнего друзей. А еще более ленивый тот, у кого все это было и он утратил». Он говорит такую вещь, что с тем поведешься, от того и наберешься. И главное, что нужно сделать, постараться человеку, это приобрести правильных друзей, правильное окружение. Но если ты не будешь людям помогать, давать, делать какие-то вещи для людей, на что тоже требуется расторопность, то почему люди будут с тобой дружить? То есть в этом мире очень все справедливо, у всех есть внутри выстроенная такая система справедливости. Никто не хочет давать без благодарности, никто не хочет, не любит, чтобы его использовали. То есть вот этот баланс, он очень сильно, у каждого человека он разный. Есть люди более добрые, они готовы давать больше, чем получать, но тоже до определенной степени. Есть люди, которые менее добрые, они говорят, должно быть вин-вин, ровно-ровно, я дал, получил. Есть люди, которые, они хотят, чтобы выигрывать за счет других, они говорят, я хочу получить, но ничего не давать. И вот эти люди рано или поздно в окружении дуратьи, их вычисляют, и они теряют и друзей, и знакомых, и работу, и все они теряют. Поэтому выгоднее позиция, это все-таки быть дающим, быть человеком, который хочет создавать. И, естественно, создавая, но иногда человек не может, например, у него нет материального продукта, но всегда есть доброе слово, комплимент, добро, хорошие какие-то, помочь, да, физически, морально, эмоционально. Это тоже огромная ценность, которая не менее ценная, чем деньги. Хорошо, дальше царь Соломон нам говорит, что первое, ищи, у кого можно учиться. Второе, пойди даже к муравью-ленивец, посмотри на его поведение, сделайся мудрым. Тоже в шестой главе притча, говорит царь Соломон. Значит, дальше он пишет, но все-таки есть иногда, иногда, иногда есть позитивная лень. Какая лень? Например, зовут сейчас Юрия Сахно, зовут его Юра, пойдем набухаемся, значит, и после этого пойдем в какие-то, я не знаю, в музей секса, а потом в театр секса. И, в общем, Юрия Сахно там завлекают, значит, потом на парад гордости. Вот тут надо полениться, сказать, ребята, сил нету, ноги не идут, я устал. Не надо идти, не надо идти в парад гордости и так далее. Он пишет, вот, значит, в плохих делах, туда, куда, например, нужно лениться, делать зло. Или идти за своими вожделениями, за страстями, да. Значит, и тоже он приводит притчу такую, рассказывает про человека, которого царь хотел послать в опасное место, а он не хотел туда идти. И царь ему говорит, как тебе не стыдно? А тот говорит царю, лучше пусть мне будет стыдно, чем ты будешь молиться за меня мертвого, да. Иногда стоит полениться, вот, там, ночью, например, ночь, опасное время. Лучше лениться ночью выходить, лучше ночью спать. Раньше лег, раньше встал, а утречком в 6 утра можно и на дискотеку сходить, если есть. А утром уже не хочется, утром только на стадион, на зарядку, да. Вот в эти клубы, во все это, не надо лениться туда ходить. Дальше, значит, подумай, рассчитай, как делать доброе всеми частями своего тела и всеми своими движениями. Чтобы у тебя была в добрых, хороших делах легкость и сила, а в плохих делах, чтобы ты ленился и там копил силы. То есть, он пишет так, значит, ртом и языком затруднись, ссориться, лгать, насмешничать и злословить. Но торопись учиться, с легкостью наставлять и говорить о добром. То есть, отодвинься от зла, делай добро. Пускай на зло у тебя будет всегда слово, нет, не могу, нету сил, нету времени на плохие дела. А на хорошие дела сделаю 3, 2, 1, вперед, поехали. То есть, именно нужно быть расторопным в добрых делах. Легкими ногами беди в дом молитвы, в дом учения, ходи навещать больных, провожать умерших в последний путь, посещать дома скорбящих по умершему, исполнять все заповеди. Вот, не отяжеляй сердце своими мыслями, завистью, ненавистью, но размышляй об учении, легко достигая степени любви ко Всевышнему и чистого страха перед ним. Так ты становишься легким и расторопным в сердце своем и стремись к высшему свету. Вот, прямо выше свет, иди на свет. То есть, видишь свет, беди. Значит, видишь, какая-то тьма, что-то такое, убегай. То есть, и там, и там надо бежать. Есть в Перте, вот очень классная такая мишна. Написано так, что беди за заповедью. Авера, сахаре, митсва. Беди за заповедью. Убуре, ахмина, вера. И убегают преступления. Потому что митсва, заповедь, она как бы зовет, цепная реакция включается, зовет за собой следующую заповедь. А преступление зовет за собой следующее преступление. Награда за заповедь, заповедь. Сразу же ты получаешь награду за заповедь, следующую заповедь. Награда за преступление, следующее преступление. Теперь, в этой мишне есть вот четкая технология. Нужно бежать за заповедью. То есть, для того, чтобы бежать в сторону добра, нужно предпринимать усилия. И убегать от преступления. Всевышний так сделал, что преступление катиться вниз по наклонной плоскости намного легче, чем лезть вверх. Сесть какую-то таблетку, чтобы снять боль, легче, чем разобраться в причине боли и изменить свой образ жизни для того, чтобы эта боль не приходила. Но таблетка имеет побочные действия. И любое негативное действие, которое дает моментальное удовольствие, на втором последствии обычно приходит расплата. Любое позитивное действие, на первом действии, оно обычно заставляет трудиться и напрягаться. Но на втором последствии, если это заповедь, это вечная награда. И в этом мире тоже есть плоды. Все. Всем удачи, успехов. Шаббат шалом.